О главных событиях понедельника 27 марта в материалах журналистов Котловского объединения телевещания. В студии Елена Литвин. Здравствуйте. И вот главная тема сегодня. С мусором в молодежный центр. В год экологии котлашане научатся сортировать в то сырье. Переправу не закроют. Понтонный мост в Коряжме продолжает функционировать. Наша главная газета. В 2017 году исполняется 100 лет с момента выхода первого номера «Правды Севера». Вехи становления старейшего печатного издания и бесценные воспоминания журналистов в нашем спецвыпуске. Подробнее об этом и многом другом в программе Котловского объединения телевещания. Сегодня в Котловсе началась выдача социальных талонов для бесплатного проезда на общественном транспорте в черте города, а также на дачное направление. Это маршруты номер 306, 312, 314, 315 и 322. Норма выдачи по 100 билетов в одни руки. Воспользоваться талонами могут льготные категории граждан, указанные в федеральном законе о ветеранах. Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, а также о ветеранах и инвалидах боевых действий. При получении социальных талонов необходимо предоставить паспорт и соответствующее удостоверение. Пунктов выдачи 5. Просьба для получения талонов обращаться в пункты выдачи социальных талонов по адресам кабинета 101 в администрации, администрация поселка Вычегодский, библиотека на 46-м лесозаводе, дом культуры Октябрь и дом культуры Лиминда. О субботниках на городской планерке речь пока не заводят. Хотя в столице Поморья борьбу с мусором на улицах чиновники уже начали. Зато котлашан научат, как правильно обращаться с отходами. 1 апреля, и это не шутка, жители муниципального образования впервые примут участие в областном чемпионате по сбору вторсырья «Экобатл». Если мусор в городах будет копиться с такой же интенсивностью, как сейчас, через каких-нибудь сто лет наша планета превратится сама в одну большую свалку. Вся ее поверхность будет усеяна плотным слоем бытовых отходов. И это непоправимый вред окружающей среде. Спасти ситуацию поможет сортировка мусора. Но в котласти этой проблемой никто не занимается. Стеклотара гниет в земле около 1 миллиона лет. Консервные банки – около века. Полиэтилен – почти 25. Аккумуляторы, батарейки, ртутные лампы, градусники, остатки растворителей, красок и лака относятся к опасным отходам. А значит, должны собираться и утилизироваться отдельно от прочего бытового мусора. Муниципальное образование Архангельской области приняли вызов и уже готовы сразиться в экологической схватке. 1 апреля уже в пятый раз стартует региональный чемпионат по сбору вторсырья «Эко-баттл». В этом году к участникам впервые примкнул Котлас. Пунктом приема отходов станет молодежный центр. Чтобы стать участником, нужно просто прийти сюда, в офис молодежного центра, где их будут встречать волонтеры, которые будут ответственны за пункт приема, и сдать вторсырье. Это муглатура, пластик и батарейки, всевозможные аккумуляторы. На сегодняшний день заявки на участие в «Эко-баттле» подали команды 11 учреждений Котласа. Многие будут участвовать в личном первенстве. Чтобы котлашане несли в молодежный центр только нужные отходы, есть определенные требования к приему вторсырья. Макулатура, например, должна быть уложена в стопки и перевязана. Пластиковые бутылки помыты. Нюансы участия в областном чемпионате сейчас активно обсуждаются в социальной сети. Конкуренцию крупным городам впервые составят жители Урдамы. У самого маленького по численности жителей поселения большое желание стать победителем «Эко-баттла». Откликнулись все маленькие поселения, поэтому объемы мы ждем большие. У нас прошла в прошлом месяце акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Участвовали школы и три детских садика. То есть мы суммарно сдали около пяти тонн. Областной чемпионат по сбору вторсырья пройдет с 1 по 23 апреля. Каждый день в социальной сети котлошане будут вести фотоотчет. Это одно из условий проведения акции. Для приема мусора выделены выходные дни. Работать с населением будут более 20 волонтеров. С вывозом и утилизацией вторсырья поможет компания «Берег». Самых активных участников «Эко-баттла» ждут сертификаты и ценные призы от организаторов. А что думают котлошане о сортировке мусора? Насколько эффективен этот метод и, главное, готовы ли они приобщиться к этому нелегкому делу? Наш традиционный блиц-опрос. Я бы согласился, конечно. Флэстик можно переработать. И так сортируем бумагу, на дачу увозим всю. Я была в Германии, это все делали так. Все, все, каждый мешочек отдельно. Согласилась бы, если, конечно, это оплачивалось. А так бы это для природы, конечно, надо, а то у нас грязь страшная. Наши однозначно люди не будут. Если они мусор выбрасывают, где попало, вы думаете, они будут его еще и в отдельные кучки? Очень, наверное, мало будет сортировать. Привыкли обычно в один пакет и туда. Ожидалось, что именно с 27 марта будет закрыт понтонный мост в Коряжме. Сегодня эта информация не подтвердилась. Неожиданное похолодание продлило работу технологической переправы через Вычигду еще на неделю. В связи с чем внесены изменения в работу парома Сольвыча-Годск-Козьмина. Перевозка людей и автотранспорта будет осуществляться с 7 до 17 часов. Изменения действуют до закрытия понтонов в Коряжме. 31 марта в 19 часов в Котлосском дворце культуры состоится концерт легендарной группы «Сборная союза». Билеты в кассе. Трогательные песни о любви и не только от больших романтиков группы «Револьвер» с 8 апреля в 19 часов в Котлосском дворце культуры. Спешите купить лучшие места. Билеты уже в продаже. Телефон кассы 52515. Вековой юбилей старейшего в регионе издания «Правда из севера» все ближе. До официальной даты 1 апреля остается неделя. А большое празднование с участием бывших и действующих работников редакции, читателей, руководителей области, города и ведущих предприятий пройдет в Архангельске 26 апреля. На оставшийся до торжества месяц мы запускаем новый проект «Наша новая газета». Когда мы приехали работать, мы маялись тем, что нам нужна была тема. А журналисты вообще, в принципе, народ не жадный. Но вот что касается тем, то тему нам никто не давал. Мы ее искали совместно. Нам говорили, ну вот и пишите вдвоем. Ну вот мы так и начали писать. Лариса Смирнова, выпускница факультета журналистики Ленинградского университета. В «Правде севера» работала с 1988 по 2002. Первое время публиковалась под фамилией Бузикова. 15 лет отданных газете называет самыми счастливыми, потому что профессию осваивала при метрах журналистики. А на самом деле это происходило вот так. В «Правде севера» в ту пору работало человек 70, может быть, 80. Причем из них человек 55 были мужчины, причем маститые журналисты. Это были такие фамилии, как Насонкин Виктор Павлович, наш наставник, который взял нас к себе на практику, двух незамысловатых девчонок из Петербурга, из Ленинграда тогда. Сапкоры были, Корабейников, Казанцев, Салтыков. Было очень много мужчин. И когда мы приехали на практику, попасть на полосы «Правды севера» это было чрезвычайно сложно. Алла Валуйских три года проходила в газете «Практику». В 1988 году после окончания факультета журналистики Ленинградского университета была приглашена в «Правду севера» на постоянную работу. Возглавляла тематические приложения «Деловая неделя. Обыватель». То есть вначале ты напишешь, тебя смотрит редактор отдела, потом ответственный секретарь, а потом редактор, а потом может быть обком партии. То есть на любом этапе могли завернуть. Если ты попадал на страницы «Правды севера», это говорили, что первый год журналист работает на свое имя. Если ты попадаешь на страницы «Правды севера» два раза в неделю, это было просто невероятным успехом. И, конечно, за первый год работы мы, считается, уже сделали себе имя. Потому что если появлялась публикация с такими фамилиями, то было понятно, что эта тема какая-то интересная. Жизненные темы выбирали и понимали, что «Правда севера», поскольку это был орган обкома партии, там достаточно много было официоза. И мы понимали, что, во-первых, читателю будет интереснее гораздо что-то из жизни. Во-вторых, нам самим это было интересно. Ну а что из жизни? Это какие-то проблемы, связанные, может быть, с потеряшками, с детьми, которые себе места в жизни не нашли еще или ищут только его. Ну, в общем, какие-то такие проблемы житейские. И вот мы их брали и со всех сторон рассматривали. Я старалась логически как-то на это все дело посмотреть, а Алла добавляла эмоции. Но у нас вообще целый цикл был материалов. Он так и назывался «Потеряшки». Мы стали сотрудничать с Управлением внутренних дел, с милицией тогда. Это тема, которая требует очень больших каких-то расследовательских вещей. То есть надо долго копаться, встречаться с родителями, с детьми, с соседями, долго разговаривать, иногда там высиживать, ждать долго, когда кто-то придет. А у журналиста, который работает на ставке, в редакции на это время не было. А мы были студенты сначала, когда ездили на практику, потом только пришли, и нам нужно было показать все, на что мы способны. Поэтому мы, конечно, брались за любые сложные темы. И потом в Управлении внутренних дел даже сделали нам предложение выпустить книжку, которая бы так и называлась «Потеряшки». Но тогда мы были молодые, глупые, мы решили, что этого делать не надо, не будем заниматься книгоизданием. А в «Правде севера» к слову относились трепетно. И помимо того, что читали всегда там, то есть очень сильный был секретарят, он все эти тексты вычитывал, что называется, вот на просвет. Ну и редактура была, и все что угодно, но помимо этого еще были «Свежие головы». «Свежая голова» — это была особая работа, на самом деле, очень ответственная, и нам всегда было страшно. Можно было на работу прийти не к девяти, как все, а можно было на работу прийти, по-моему, к двенадцати. И тебя в этот день не мог трогать никто, ни редактор, ни замредактора, ни ответственный секретарь, никакие коллеги тебе отдавали отдельный кабинет, там сидел, читал полосы. И всю бессмыслицу, которую ты увидел, да, или засомневался в какой-то запятой, ты начинал, тогда же не было интернета, и мы начинали искать правильные решения, ответы на вопросы, и вот это вот все согласовывалось, на самом деле. И если вдруг у тебя во время твоего дежурства «Свежей головой» какая-то ошибка оставалась, это потом влекло за собой серьезное наказание, и не только в рамках редакции, поскольку газета была органом обкома партии. Ошибаться было нельзя. За дежурство «Свежей головой», допустим, если ты продежурил там три раза в месяц, существенно увеличилась зарплата. Это вещи политические. Вообще каждое слово, слово, которое сложено в предложении, в статью, это то, что влияет на умы людей, это политические. Вы с Ларисой когда распределялись, в Ленинградском государственном университете нам пожимали руки во время распределения, потому что в партийную газету областного уровня и именно в «Правду севера» репутация, которая была в Российской Федерации и в Советском Союзе, очень высокая. Нас на самом деле поздравляли, потому что считалось, что в такого уровня газету не берут девчонок-выпускниц университета, а тут еще двоих сразу. И брали, это очень интересно. Мы, поскольку писали сначала вдвоем, но они же задумались, взрослые дяденьки, а что будет, если они будут писать по отдельности, может они не смогут, а может получится неинтересно. И тогда нам придумали испытания. То есть, например, говорили, вот такая тема, депутатские посты. Вот возьмите, одна едет в Виноградовский район искать депутатские посты, как они работают, а другая, к примеру, там в Холмогорский район. И посмотрим, что они напишут. И самое интересное, что мы туда ехали по отдельности в командировке и писали, и обе их было интересно. Мы друг другу помогали на самом деле, и помогали в процессе работы и дальше. Вот, например, так получилось, что я работала на съездах Советского Союза, была самым молодым корреспондентом там, передавала Ларисе с Валентином Ивлампевичем Гайкиным, с нашим лучшим фотокорреспондентом всех времен и народов. И он со мной ездил, водил меня по Кремлю. Я приходила в номер, строчила тексты из блокнота, с диктофона тоже, кстати, тогда было, да. Передавала Ларисе по телефону, а Лариса в кабинете сидела за пишущей машинкой, вот так держала трубку у телефона и набирала. Да, так мы друг другу поддерживали, чтобы удержаться в правде севера. Поскольку зарплата в правде севера была достаточно высокая, тогда у нас была ставка 150 рублей, по-моему, и при этом нас не просто взяли в правду севера, нам же еще сразу квартиры дали. Легкая дедовщина, наверное, была, и она везде бывает, особенно когда присматриваются к молодым. Но если говорить о том, что как-то к нам не так относились, нас не гнобили. То есть нам, наоборот, помогали. Это даже было, может быть, странно среди творческих людей, но тем не менее это так. Я не знаю, как ты, Алла, я не чувствовала вообще никакой проблемы вообще во взаимоотношениях, именно потому что... Не, у нас бывали ситуации, когда мы между шестым и седьмым этажом на Новгородском 32 пускали слезу, потому что дедовщина выражалась таким образом, например. Я помню, нас отправили, когда был антиалкогольный закон, писать репортаж в ресторан юбилейный. Вы представляете, да, там, где кто-то помнит, из Архангела Горозов, я думаю, очень многие, в ресторане юбилейный мы должны были пойти, нам даже какие-то деньги выделили, по-моему, от управления внутренних дел. Мы сидели за столом и должны были описать то, как люди пьют из-под стола, наливают. А нельзя было в ресторанах тогда пить. Это было трудно, это было страшно. И мы пришли, написали репортаж, нам показалось, что это был филитон. Вообще филитон — это сложнейший жанр, он практически исчез со страниц печатной прессы. Ну, мы же тогда думали, что мы все можем и умеем. И наш наставник Виктор Павлович Насонкин, он при нас это все кинул в корзину, это называется. Мы, конечно, были огорчены. Мы уже на это потратили силы, нервы, вдохновение, в конце концов. Потом, например, у нас была история борьбы с наперсточниками. Мы ездили тогда на Факторию, по-моему, там была, я не помню, как это называлось, барахолка. Барахолка. А наперсточники там играли. Ну, вы понимаете, это была расследовательская журналистика, это было опасно. К нам подошли бравые парни в спортивных костюмах и сказали, чтобы мы вас больше тут не видели. Мы не могли быть незамеченными, потому что мы тогда приехали из Питера, у нас была гламутная одежда. Мы ходили в джинсовых куртках, отделанных кожей, которые покупали у поляков. У нас были значки на всю грудь. У нас были розовые кроссовки или черные с розовыми шнурками. Поэтому они понимали, что тут какие-то неместные сочесались и пытаются их приструнить. Мы даже работали в отделе писем достаточно долго и получали эти письма. И просто вообще невероятное количество писем приходило в «Правду север». Это правда. То есть люди газету читали, газете верили. И это была последняя инстанция, куда они обращались. Нужно было практически, не знаю, 100% писем, если брать, то, наверное, из них, ну, может быть, 20% можно было помочь. Остальные какие-то, скажем, были письма, может быть, просто какая-то исповедь, просто человеку нужно выговориться. На самом деле было большим счастьем, да, когда удавалось помочь человеку. А такие истории были. Были истории, что благодаря нашим публикациям человеку дали квартиру, например. Или там воссоединилась семья. У нас были истории, когда там, ну, мирились благодаря нашим публикациям. Один раз мы даже ездили в командировку, писали историю про, межа у нас называлась публикация, как поссорились соседи. Это же тоже все по письмам. То есть темы были в письмах. То есть то, что волнует людей, оно все было в письмах. В районах у нас были собственные корреспонденты. Вот, например, в городе Кодласе был сначала собственный корреспондент Коробейников Леонид, а потом там работал Борис Викторович Казанцев. В Северодвинске? Левшиц. Левшиц был, да, собственный корреспондент. Потехин. В каком районе был? Не помню, в каком районе. На Ринмаре Бенце Иван Васильевич, который потом стал редактором «Правды Севера». В Ленском районе был. Очень опытные люди, знающие. То есть, в принципе, это такие же были корреспонденты, только вот это были собственные корреспонденты на местах. И они готовили качественные публикации, также работали с авторами районными. То есть, в принципе, так работа была поставлена, это была сеть. У меня самое яркое воспоминание вообще, то есть от моей работы, от всей, это период, наверное, перестройки в стране, который шел, и в газете, перестроилась газета. У нас пришел тогда возглавлять ее Бенц Иван Васильевич, Алла уже упоминала его сегодня. У нас был штаб настоящий, штаб — это секретариат, во главе с Пешковым Алексеем, который сейчас работает в США. И просто это было так интересно, то есть счастье — ходить на работу. Это было просто интересно. И тогда же газета получила награду, высшую российскую региональную награду — Ириду. Мы с коллегой Авериным Владимиром были в Москве на мероприятии, то есть там был фестиваль региональной прессы, и мы совершенно не знали, то есть это не был рояль в кустах, то есть мы были среди коллег тоже таких же других из регионов. И вдруг вызывают нас, говорят о том, что мы получаем эту главную награду, но это был вообще апофеоз. Мы побежали срочно искать телефон, мобильных телефонов тогда не было, нам организаторы предоставили возможность позвонить, мы позвонили в редакцию, как нам потом рассказывали, несмотря на поздний час, просто в редакции собрались все, открыли бутылку шампанского, и это было просто счастье. То есть счастье было для нас в Москве, счастье было в Архангельске. Мы ехали с такой радостью, назад везли вот эту вот статуэтку. Ну, наверное, как бы счастье — это была вот любая хорошая публикация. То есть, ну, когда тебе нравится работать, то это счастье. Для меня, правда, Севера с самого начала это был какой-то рубеж, это была высота, это было трудно. Было трудно работать, было трудно писать, было трудно публиковаться, было ждать эту критику, соответствовать было трудно. Потом держать вот какую-то форму определенную в творческой профессии, потому что каждый год подводились итоги среди коллег. Там, лучший журналист, золотое перо, и ты понимаешь, что у тебя коллеги растут, да, а ты там топчешься на месте, а при этом же надо было еще семья, дети и так далее. Вот. Но на самом деле Лариса говорила о том, что профессия журналиста — это больше уображение, это так и есть. И те люди, с которыми ты научился видеть в жизни главное, они так или иначе остаются в мировосприятии в дальнейшем, да, потому что вот мы вчера встречались с коллегами, с каждым что-то связано, каждый чему-то научил. Я вот хорошо помню, как Виктор Павлович Насункин, наш с Ларисой наставник, говорил мне, когда текст не получался, да ты не придумывай никакую форму, ты пиши, как будто ты пишешь самому близкому человеку. Когда ты будешь обращаться к своему читателю не ради того, чтобы продемонстрировать, какая ты, а для того, чтобы рассказать ему то, что ты чувствуешь, да, тогда запомнят твою публикацию и то, о чем ты пишешь. И поэтому от каждого человека остается какой-то штришок, а из этих штришков складывается состояние жизни. На 77-м году ушел из жизни мысов Леонид Изосимович. Любимый муж, отец, дедушка и прадедушка. Прощение с ним состоится 29 марта с 12 до 12.30 в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы. И напоследок. Напоминаем, что Котловское объединение телевещания продолжает собирать вопросы горожан, которые заслуживают внимания прокуратуры. Проблемы могут быть самые разные. Жилищно-коммунальное хозяйство, оплата труда, экология, здравоохранение, защита прав несовершеннолетних, преступность, финансовая грамотность населения. В том числе последствия несоблюдения кредитных договоров, начисления пени, повышенные процентные ставки, работа коллекторских агентств. Ответы на них мы обязательно покажем в нашей программе. Вопросы для сотрудников прокуратуры принимаются в редакции Кота на Ленина 31 или по телефону 3-27-19. Также вы можете писать в нашей официальной группе ВКонтакте или на электронную почту. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите программы Котловского объединения телевещания и будьте в курсе событий. Эфир продолжит блок новостей от муниципальной информкомпании, реклама и прогноз погоды от финалистки конкурса Мисс Котлас 2017 Анастасии Лазаревой. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Встретимся завтра.